Салем Достар, Калайсис, Бул Каштанов, Минен Каштанов, Реакшен, Арнама Кош, Кельди Низдер. Сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Сколько стоит жизнь в Алматы? Мнение жителей города». Достар, приступаем к просмотру, но прежде чем мы приступим, коп рахме за то, что подписываетесь на канал. Кто еще не подписался, внизу кнопка, проходите, прожимайте. Также подписывайтесь на мой бусте, ссылка на него в описании и в первом закрепленном комментарии. Там выходят реакции на фильмы и сериалы, которые блокируются на ютубе по авторским правам. С недавнего времени смотрим формат реакции сериал «Карапайм Кайрат» уже на девятой серии первого сезона. Также есть реакции на казахские фильмы. Кстати, в самом начале сайта вывешен список из более 70 реакций только на фильмы. А вообще видео на бусте, по-моему, уже более 300. Так что всех жду в подписчиках, все эти реакции ждут именно вашего внимания. Так, ну, меньше слов, больше дела. Ехала. Кетка. Чтобы вышить, я бы сказал, нужно около 180-200 тысяч. 180-200 тысяч денег? Да, если рассматривать аренду где-нибудь очень далеко от центра, чтобы нормально было. Чтобы вышить, да? Кушать, допустим, самому готовить, чтобы экономить, там, не знаю, и из одежды, ну, не ходить там по всяким Гуччи, Фэнзи и так далее. Просто обычная одежда. 1400, наверное, было. 1400? Ну, потому что квартиры сейчас дорогие вообще. Про питание, квартира, хормональные услуги сразу там. Там погулять сходить иногда же надо тоже. От 500 до миллиона в месяц. Тем более молодежь. Нет, если мне просто так будет, да, без кредитов. А, это уже со своей квартирой, вы считаете, это просто лямбда, да, вам нужно? Ну, салоны красоты, одеться, сходить в хорошие места, отдохнуть, там, я не знаю, самообразование. Куда-нибудь съездить раз в полгода, да? Путешествия. Ну, как бы... Сейчас не захочет опускаться, воду или... Нет, 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 не то, что опускаться. И просто есть в практике. Поэтому могу сказать, что в миллион, как бы, нормально. Без кредитов, без ипотек, без ничего. Лямбденьги в месяц. Хорошо. Потому что, извините, один ремень 45 тысяч стоит. Что вы хотите? Ну, я тоже соглашусь где-то в миллион, но даже, наверное, полтора. Реально, сколько на данный момент я трачу? Около 300-400 тысяч. В принципе, это нормально. Но просто, судя по тому, что, может быть, иногда хотелось бы... Поэтому без ремня ходишь, да, вот только в торгу за 45 тысяч? Да, я вот без ремня. У меня на резиночке, да. Чувствуешься бывших военщиков, беда. Если разумная достаточность, то где-то 500-600. О, побольше. Я живу отдельно, я снимаю квартиру. А если прям брать, что, типа, сколько я хочу тратить в месяц, то где-то полтора миллиона тоже, да. Ну, сколько хочу, да, у нас у всех аппетиты? У меня есть на 250-300. 250-300? Да. Это с проживанием, с арендой. Пока я живу в общежитии, из-за этого не могу ничего сказать. А если с арендой, то 1500? Если жить один, то за аренду выходит как минимум 200 тысяч, и за проживание около 100 тысяч. Как минимум 300. Около 500 тысяч. Просто я же сама покупаю продукты домой. Вот мне папа дает карточку, я домой все покупаю, смотрю чек, и просто в шоке от этого. Еще мама плюс платит за коммуналки. 500 тысяч, это только вам одной, да? Нет, общий. На семью? На семью. А, смотри, какая семья. Часто вам как студенту одному, да. Где-то 100, наверное, 80 хватит. Что-то скромненько. Если, да, свой дом, имейте свой дом. Что-то скромненько. Снимать там, что-то. А, тогда подороже. 300-300. Ну, если еще квартиру снимать, наверное, 250. 250. Ну, там сам куплю, дожки нормально. А если я буду семьянином, то 400. Ну, а что, видно, что студент? Почему нет? 300 тысяч, наверное, уже комфортно. Дожки вытягивает. Нормально. Нормально. Ты квартиру снимаешь, или это при том, что у тебя своя квартира? Нет, у меня своя квартира. Так как мне сейчас 19, мне, как бы, особо за некем ухаживать, как бы, только за собой. Так что, надеюсь, 500 тысяч это хватит. И на квартиру, и на еду, как бы, на развлечения, как бы, не надо много развлечаться, как бы, надо держать хладнокровие. Недавно девушке и 100 хватило бы, да, а тут пятихатка. И идти к своей цели, это все потом будет. А, кстати, на машину откладывать надо, по-любому. Так что 600, да. Если вот взять, жить отдельно, думаю... Молодец, что про кредит не сказал. 800, 900, вот так. 800-900? Да. Ну, и учитывая сейчас цены на квартиры и так далее. Более некопотно. 200 тысяч. 200 тысяч тебе достаточно? Нет. А если ты бы снимал квартиру, ну, учти, что родителей нет. Если бы снимал квартиру, то 300 тысяч. 300 тысяч тебе бы хватило. 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 Отлично. Если бы ты жила не с родителями, а вот ты еще снимал квартиру. Как я живу без родителей? Ты еще снимаешь квартиру. Да, я знаю. И тебе 200 тысяч хватает. Ну, в принципе, да. Исходя из опыта моего лучшего друга, он на данный момент сейчас живет... Суперэкономное. 300 тысяч ему хватает только на то, чтобы снимать квартиру. Это вот треть своей зарплаты он отдает, чтобы заплатить за нее. Остальное ему хватает на то, чтобы жить. Ну, не прям так, кайф, но чтобы было комфортно. Чтобы, допустим, оплачивать квартиру, коммунальные услуги, еду, транспорт, шмот. Минимум 200 тысяч. Минимум 200 тысяч. И это бы хватало тебе? Не знаю, наверное. Минимум мне, наверное, 300-400 тысяч. 300-400? Это все за все. Это еще подружку угощать туда, да? Да, угощай мне сейчас. Максимальный разбег по суммам. Это при том, что свое жилье у тебя. Мне кажется, мне 500 тысяч бы хватило, по идее. Но я трачу больше, но по сути, мы не жить. У нас это 5-8 тысяч рублей. Ну, чуть больше там было, ну, 70 тысяч рублей у нас. 3 миллиона это как минимум. Просто жить, мне кажется, 500 мало будет. Миллион хотя бы. Миллион, да? Миллион, да? Миллион это нормально. Для девушки, вот, вашего статуса. Чтобы одеваться в салон. Стоит там. 120-130 тысяч рублей в месяц. Чтобы хорошо жить, так минимум 500 тысяч. С арендой получается где-то 700 тысяч рублей. Да, 700-800, вообще миллион был идеально, да? Ага. Тамостоятельно, без родителей. Не считали? Не считали. Ну, не знаю даже. Примерно так же. Может, чуть больше, например, 200. 200 тысяч рублей. Вам бы хватило? Спрашивает у него, типа, мне бы хватило? Да. 400 тысяч рублей, это тебе хватает нормально, да? А вот с семьей, вот сколько в год? Ну, в два раза больше. В два раза больше. Где-то 800. Это обучение и все остальное. Ну, кто-то на спорт. А то и в три можно. Смотри, какая семья. 100 тысяч рублей вам хватает без жилья. А если бы жилье снимали? Ну, тогда чуть побольше. Жилье дорогого. Комфортно в плане впритык или прям комфортно? Ну, в плане разумной достаточности. 450. 400-500 тысяч. Тенге. 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 Не в Ясентаге, конечно, среди вещи покупать, но в Вайкике зайти хватит. Скромно от 300 до 500. Ну, грубо тысяч долларов. Тысяч теней. Тысяч долларов, да. А не скромно это вот как ты? Не скромно это уже там предела нету. Это не на камеру, да? Это вместе с семьей. С семьей? Да. Слушай, молодец ты, молодец. Жилье твое. Жилье твое, да, не съемное свое. А если бы съемное, то соответственно... Жилье от детьми на тысячу долларов. Да, как минимум. Чтобы самостоятельно жить нужно много. Да. Уйдем вот от супер комфортно. Нормально. Супер комфортно? Да. Ну вот так, по человечеству. Чтобы прям вообще не беспокоиться, да? Да, да, да. Да, не знаю. Тысяч. Четыре тысяч. Что-то того, что ты снимаешь квартиру вместе с друзьями. Ну, пятьсот тысяч, скажем, да? Могло бы. То есть ты бы смогла? Я бы смогла жить. Исходя из моей жизни, это не ходить по клубам, типа, часто не гулять, я думаю, 40-50 тысяч достаточно. Исходя из вашего вопроса, я думаю, ну, очень много. Ну, это что-то совсем мало. Потому что снимать квартиру... 40-50. Сколько надо, чтобы сидеть? Ну, примерно. Сколько бы потребовалось? Там с проездом, там, такси... Ну, если снимать с кем-то квартиру, ну, я думаю, тысяч, тысяч двести. Тысяч двести тебе бы достаточно? Едой там совсем, да? Без родителей, типа, без их помощи. Чтобы я сама жила? Ой, это много нужно. Ну, говорили сколько? Не знаю, 400-500 тысяч примерно. 400-500 тысяч. А нынешняя зарплата, она покрывает эту штуку? Нет, но я живу с родителями. Ха-ха-ха, молодец. Это она еще других не слышала, да? Кто говорил, там, миллион, три миллиона. Так, ребят, давайте еще раз посмотрим. Ну, так, в ускоренном формате. И я уже буду где-то что-то высказываться. Первую часть специально не стопал. Посмотрели, как говорится, на одном дыхании. А сейчас все те, кто хочет узнать мое мнение по всему здесь увиденному и услышанному, может посмотреть еще раз вместе уже с моими комментариями. Попробуем такой формат сделать. Потому что обычно, кто подписан на мой канал, те знают, я смотрю, тут же останавливаю, что-то говорю. Очень многим это не нравится. В комментариях пишут, вот поэтому решил теперь попробовать все это делать по-другому. Чтобы выжить, я бы сказал, нужно около 180-200 тысяч от центра, чтобы нормально было. И, ну, кушать, допустим, самому готовить, чтобы экономить там, не знаю. Ну ладно, здесь вроде бы нормально. Квартиры сейчас дорогие очень. 860 долларов. Это сколько? Это около 40 тысяч рублей, да, получается? Про питание, квартира, гормональные услуги сразу. Все они молодые, без семьи. С семьей это совсем другая ситуация. 100 миллионов в месяц. Ипотека, наверное, да, выплаты? Нет, если мне просто так будет, да, без кредита. Без кредита. Там, я не знаю, самообразование, там, кружки. Путешествия. Путешествия. Ну, как бы... Сейчас не захочет опускаться, вы увидите. Нет, 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 не то что опускаться. Просто есть в практике. Поэтому могу сказать, что миллион, как бы, нормально. Без кредит. 250, да? Это получается почти 70 долларов. Получается около... Около 140 тысяч рублей. Без епотека, без ничего. Ну, хорошо. Сама на себя чувствуется. Да. Потому что, извините, дели, не 40 тысяч. Прямо очень хорошо. Ну, я тоже соглашусь, где-то миллион, но даже, наверное, полтора. Реально, сколько на данный момент я трачу? Около 300-400 тысяч. В принципе, этого нормально. Но просто, судя по тому, что, может быть, иногда хотелось бы... Поэтому без ремня ходишь, да? Вот только кто за 45 тысяч? Да, я вот без ремня. У меня... Я живу один, где-то полтора миллиона тоже, да. Мне лично 250-300. 250-300? Да. Это с проживанием? С арендой. Около 30-35 тысяч рублей получается. Пока я живу в жизни, и за это не могу ничего сказать. А если с арендой, то 1500? Если жить один, то за аренду будет как минимум 200 тысяч, и за проживание около 100 тысяч. Ну, как... Блин, а я смотрю, у них лица знакомые. Я уже делал реакцию на видео с этого канала. Это те же самые респонденты, просто им задавали другие вопросы. Они просто делают нарезку конкретно вот по этой теме. Поэтому я смотрю, но лица знакомые. Теперь все понятно. Ну ладно, ребят. Тут, в принципе, я думаю, смотреть до конца не имеет смысла. Потому что, так или иначе, вот эти все суммы, в них вы, конечно же, хорошо ориентируетесь. Потому что вы непосредственно живете в Казахстане. Особенно кто в Алматы живет, меня смотрит. Те, конечно же, знают, что почем. И кто тут в облаках витает, а кто реально живет, да, на реальные суммы, которые он называет. Мне, конечно, из России у нас абсолютно другая ценовая политика. Цены абсолютно другие. И мне немножко тяжело все это сравнивать. Даже если смотреть и пытаться сравнивать на жизнь в России, да, на какие-то траты и так далее. Поэтому, ребята, наверное, здесь все. Пишите в комментариях ваше мнение. Пишите, какая сумма вам бы, какой суммы вам бы хватило, чтобы прям так нормально, достойно жить. И, ну, не важно, в Алматы. Кстати, в Алматы, насколько я знаю, опять же, по комментариям, там уровень, вообще уровень жизни чуть ли не московский. По крайней мере, был, когда туда россияне приехали. Сейчас, может быть, все это обратно на место вернулось. Но, кто-то писал, начинает возвращаться, но на прежние позиции уже не вернется, к сожалению, да. И уровень в целом цен и комфортного проживания подрос. И до сентябрьских событий уже опускаться не будет. Это, конечно, очень грустно и печально. В общем, жду вашего мнения в комментариях. На этом все. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Boosty. Все ссылки в описании. Давайте, удачи. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok